Добрый день, меня зовут Влад Сизов. Я студент Высшей школы экономики и проходил летнюю практику в компании процессной технологии, которая занимается разработкой системы RUNO-WFE. Про непосредственно нашу систему и предметную область мои коллеги уже рассказали, поэтому я перейду непосредственно к моей работе. Вводные данные. В системе RUNO-WFE существует такое понятие, как задачи-сценария. По сути, это такие же задачи, которые выполняют другие пользователи, но они выполняются автоматически. По заранее продуманной спецификации. Например, отправка сообщения. Чтобы пользователь сам не отправлял сообщение, можно сделать задачу-сценария, прописать, куда будет отправляться сообщение, что будет отправляться, и это все будет происходить автоматически. Также в нашей системе есть такое понятие, как автоматические исполнители, или же боты. Боты — это такие же пользователи системы, но они автоматически выполняют свои задачи. Итак, в чем же главное отличие ботов от задач-сценария? Боты. Один бот может работать с разными бизнес-процессами. То есть в случае задачи-сценария нам нужно в каждом процессе прописывать эту задачу, и по сути, если в разных процессах есть две одинаковые задачи, например, отправить сообщение, то мы должны просто дублировать код по сути. В случае же с ботом он может работать с разными бизнес-процессами, его просто надо туда импортировать. Также боты, в отличие от задач-сценария, при работе с данными, могут поддерживать транзакции, основанные на принципах процессного управления. Итого, цель — добавить возможность использовать глобальные разделы в этих задачах бота. Глобальные разделы — это области в программе, которые хранят в себе переменные и типы данных, которые доступны во всех процессах. Также в нашей системе есть внутреннее хранилище, в котором хранятся таблицы базы данных. То есть, например, компания производит куртки, и она в базе данных хранит некоторую сущность куртки. У нее там есть артикул, цена, стоимость, цвет и все такое. И цель, чтобы боты могли получать данные из внутреннего хранилища и сохранять их в переменные процессы. Реализация. Для решения проблем в том, что на момент, до того, как я начал делать, боты поддерживали работу, но было очень неудобно и постоянно попадало много ошибок. И чтобы это избежать, был создан обработчик для работы с внутренним хранилищем. Как он работает? Пользователь в качестве таблицы, с которой будет взаимодействовать бот, выбирает любой тип данных из внутреннего хранилища. На основе столбцов таблицы, то есть какой-нибудь артикул, размер, создаются входные параметры бота. На основе, так же, чтобы мы могли автоматически куда-то сохранять полученный результат SQL-запроса, мы создаем глобальный раздел, который будет доступен во всех процессах, и там будет храниться результат нашего SQL-запроса. Выходные параметры, то есть после, например, того, как мы сделали select-запрос, будет список самой таблицы. И как результаты? Был создан функционал, который позволяет использовать бота для работы с внутренним хранилищем. То есть, так же, структура конфигурации упрощена за счет автоматического создания глобального раздела, куда будут сохраняться результаты. Так же, я покажу конфигурацию, то есть, как мы эту задачу уже именно в процессе используем. Она тоже значительно облегчена. И в результате пользователям стало гораздо удобнее использовать ботов для взаимодействия с внутренним хранилищем. То есть, больше не надо использовать, условно, две задачи сценария и постоянно дублировать код. Достаточно один раз написать и просто вызывать этого бота. Перейду к демонстрации. Есть некая таблица в базе данных. Например, компания производит куртки. Тут какой-нибудь простенький пример привел. Артикул, размеры и цвет куртки. Есть некая бот-станция, которая хранит в себе бота для работы с внутренним хранилищем. Создадим новую задачу бота. Получив все куртки, выбираем обработчик. Это у нас работа с внутренним хранилищем, внутреннее хранилище данных. Выбираем таблицу, с которой он будет работать, это куртки. Теперь мы должны задать входные параметры или выходные параметры. Я хочу получить список всех курток в нашем хранилище, поэтому я создаю новую переменную. И в качестве типа данных мы можем выбрать список куртки. Далее я настаиваю конфигурацию работы с внутренним хранилищем. То есть я выбираю действие, какое нам необходимо, в данном случае select, тип данных, с которым мы работаем, и куда мы будем сохранять результат. Все куртки. То есть мы создали обработчик бота. Теперь я нажимаю на кнопку сохранить. И автоматически создается глобальный раздел, в котором уже есть переменная, в которую будет записан результат выполнения SQL-запроса. Создам процесс. Быстренько настрою его. То есть начало старт процесса, какое-то действие, которое будет выполнять бот, и окончание. Также добавим роли. Роль 1 — это обычный какой-нибудь человек, который запускает. И бота создадим. То есть возьмем... Назначим исполнителя бота на эту роль. Тут начинает обычный пользователь. Задачу будет решать бот. То есть выбираем бота. Далее мы можем привязать задачу бота, то есть которую мы создали. То есть в один клик мы получим всю нашу конфигурацию, и нам не придется ее еще раз прописывать. То есть теперь мы нажимаем готово. Все, теперь у нас переменную глобального раздела при запуске процесса будет сохранен результат из SQL-запроса. То есть итог в том, что мы могли создавать задачу сценария, каждый раз прописывать данную конфигурацию, то есть что мы будем. В данном случае один раз создали и просто привязываем задачу бота. Готов ответить на ваши вопросы. Вопросов нет? Вопросов нет, все ясно. Ну да. Просто заранее сохраненная функция. Прекрасно. Давайте я уже несколько слов скажу, как научный руководитель. Смотрите, здесь у нас есть фактические параметры и формальные параметры. Вот здесь вот была проведена работа с формальными параметрами. Это вот бот, его можно рассматривать, ну как такую глобальную такую процедуру. И ее надо уметь связывать с переменными конкретного бизнес-процесса. Вот в разных бизнес-процессах переменные могут называться по-разному. И здесь сделан такой посредник, такая связь между формальными параметрами и фактическими. И цель работы сделать более удобной работу с формальными параметрами. То есть вот чтобы не нужно было набирать пальцами какие-то названия переменных и так далее, вот где можно ошибиться, там какой-то не тот символ набрать, чтобы это можно было выбирать из списочков. А чтобы выбирать из списочков какие-то объекты, нужно сделать, чтобы они где-то хранились. И, соответственно, были сделаны вот такие вот глобальные разделы, в которых хранятся потенциальные формальные параметры. Тогда их можно выбирать из списочка, а потом, как было показано, осуществлять такой мэппинг фактических параметров на формальные параметры вот этих вот ботов автоматических исполнителей. Я боюсь, что вот я постарался чуть-чуть прояснить, что, соответственно, было сделано. Хорошо, спасибо. Еще есть вопросы? Теперь появились вопросы. Скажите, пожалуйста, с какой версии Rune VFA это будет вставлено в рабочую версию, или это нужно как-то отдельно скачивать? Это в ближайший рейс, думаю, попадет. Ну, в ближайший рейс какой примерно по версии? Я все номер не помню. Сейчас давайте я... Значит, в 4.6 это, по-видимому, еще не войдет. Значит, 4.6 мы вот выпустим в ближайшее время, и мы еще не успеем туда адаптировать. Вот следующий. 4.7 или 5.0. Я хочу один комментарий сделать. На самом деле, вот если говорить про реестр отечественного программного обеспечения, то там практически нет свободных программ. Там либо программы, ну, типа Postgres Pro, которые из-за не-капилефтной лицензии преобразуется в несвободную, Postgres Pro это несвободная. Скажем, все дистрибутивы операционных туда попадают как несвободные продукты, как составное произведение. Связано это с тем, что там есть требования обладания исключительными правами. Вот, если я не ошибаюсь, Руна это единственный продукт под свободной лицензией, который включен, вот, вот, по-честному под свободной лицензией, включенный в реестр отечественного софта. Сейчас, подождите, давайте я прокомментирую. Все-таки это, это все-таки не совсем так. Все-таки, значит, вот этот продукт, который мы рассказывали, это Runway FE Free, а в реестр включен продукт Runway FE Professional. То есть, значит, это по чисто техническим причинам, но, например, чтобы какая-нибудь компания, вот, взяв наш свободный продукт, не вышла с нами одновременно на конкурс какой-нибудь и указала цену меньшую за счет того, что она не вкладывается в разработку. То есть, собственно, ну, это же, собственно, Мальт и предложил так, так сказать, сделать в свое время. То есть, значит, есть вот продукт, который Professional, который отличается от Free, вот, минимальным образом, значит. Но вот все-таки Free не в реестре. Но мы делаем так, что если у нас есть кто-то из контрагентов, то вот тот продукт, который, собственно, у нас зарегистрировано два продукта, Runway FE Professional и просто Runway FE. То есть, есть Runway FE Free, который не в реестре, а в реестре вот там есть синоним. Вот они отличаются лицензией. То есть, если вот Professional, вот кто-то там скачивает с сайта и пользуется, там есть соответствующая лицензия проприетарная. А Runway FE некоторым контрагентам мы отдаем под свободные лицензии. То есть, вот то, что у нас разработано, мы же можем под любой лицензии выдавать. То есть, в каком-то смысле Алексей прав, что, значит, вот эту программу Runway FE, которая в реестре, значит, некоторым пользователям, нашим клиентам, с которыми мы давно работаем, мы ее действительно отдаем под свободные лицензии. Но, собственно, вот не всем все-таки. Вот это дополнение. Спасибо за внимание. Так, хорошо, следую.